мы пообщаемся о инстаграме, о возможности инстаграма, о значимости, актуальности, зачем сейчас нужно развивать свой инстаграм аккаунт и что он даст, какие есть возможности заработка в инстаграме и как использовать инстаграм для того, чтобы продвигать себя, свой личный бренд, либо свой бизнес с помощью инстаграма. И получать результат. Давайте поговорим в общем, чуть-чуть пофилософствуем, о понятии социальных сетей и так далее. Все мы видим, как мы стремительно сейчас развиваемся в мире, мир становится digital, в мире становится электронный, все стараются себя как-то позиционировать в интернете, создаются то, что уже веб-сайты, это уже не актуально, они уже есть у каждого человека, у каждого бизнеса. То есть, если у бизнеса нет веб-сайта, это очень странно и, конечно, оно вызывает какое-то недоверие, что сейчас такой бизнес существует. Но это уже как бы прошлое. Уже сейчас все стремительно стараются быть более доступными, более доступными к клиенту, к людям, весь бизнес. Все стараются быть в социальных сетях. Почему в социальных сетях? Это очень удобно. У социальных сетей нет границ, они полностью стерты. Информация распространяется мгновенно, моментально. Если что-то где-то происходит, сразу же в любой точке мира, через пару минут, это уже все известно всем. Раньше это очень долго все распространяло. То есть, мы становимся очень сильно диджитализированы. И с каждым днем это все больше и больше наращивается. И многие люди сейчас понимают, что нужно представлять себя, либо свой бизнес в соцсетях. В частности, в инстаграм. Если раньше инстаграм считался более такой молодежной, более даже детской социальной сетью, где люди занимались грубовой глупостью, говорили тогда, что вот просто фотографии, постить какие-то видео, это несерьезно, зачем это надо, там одни дети. То сейчас инстаграм очень сильно повзрослел по своей аудитории. Во-первых, те люди, которые раньше были более молодые, они за 5-8-10 лет повзрослели, они остались в инстаграме. Они воспринимают инстаграм как единственная социальная сеть, потому что для себя лично я не вижу пока на данный момент другой социальной сети. Я не пользуюсь Facebook, я не пользуюсь ВКонтакте, я не используюсь другими социальными сетями. Они мне неудобны. После того, как я начал пользоваться инстаграмом, я больше не хочу переходить пока в данный момент, где не вижу альтернативы в что-то другое. Почему? Это все просто, это очень все доступно. Я вижу, я могу посмотреть фото-видео-контент, я могу видеть текстовый контент, я могу это все быстро распространять. Мне интересно и легко искать то, что мне нужно по геолокациям, по хештегам, очень все быстро и доступно. Плюс контингент, который в инстаграме, мне более импонирует, чем в Facebook и в других. То есть он более такой пробинутый, инстаграм-аудитория. И это все понимает бизнес. Бизнес старается сейчас себя позиционировать в инстаграме. Они создают свои социальные сети, они стараются не то, чтобы просто вставать какую-то оболочку, вот у нас есть бизнес в социальных сетях, они стараются как-то свой бизнес персонализировать, то есть придать облик какого-то человека. Поэтому очень крупные бренды сейчас стараются взять как бы амбассадорами разных звезд, разных актеров, разных медийных персонажей. Потому что в инстаграме люди идут на лицо, то есть идут на человека, на бренд более-менее идут, чем на лицо. И поэтому бизнес-страницы намного тяжелее продвигать, чем личные страницы. Это фишка инстаграма. И те, кто понял 2 года назад, 3 года назад, 5 лет назад о том, какие возможности есть у инстаграма, инстаграма сейчас снимает очень сильные сливки. То есть вы сами видите многих блогеров, которые начинали когда-то раньше, когда-то их люди не воспринимали, думали, а занимается туристикой, они там постят, пишут, а сейчас эти ребята зарабатывают большие деньги, там чеки у них 50-100 тысяч долларов и больше. Они зарабатывают на рекламу именно такие крупные. Есть очень много мелких блогеров, которые также занимают рекламу и зарабатывают тоже большие деньги. И если посмотреть, то молодые ребята зарабатывают намного больше денег чисто на своем продвижении своего личного бренда, то, что они вещают, транслируют в жизнь свой образ жизни. Они зарабатывают намного больше денег, чем разные крупные бизнеса, какие-то большие сети, какие-то там предприятия маленькие. Они с большим объемом зарабатывают меньше, чем ребята просто транслируют в жизнь себя, свою жизнь и зарабатывают на эту рекламу. Поэтому сейчас каждый человек старается как-то себя позиционировать, либо первый момент он хочет быть просто в социальных сетях, чтобы знать, что происходит вокруг него быстро, потому что это интересно. Мы сейчас подписываемся на разных людей и сразу видим, смотрим, что происходит в их жизни. Мы моментально считываем информацию, это очень удобно. Либо люди также стараются как-то себя тоже позиционировать. Они смотрят на других людей, они смотрят, вот, блин, а чем хуже я вот этого парня, либо чем хуже этой девочки. Я тоже хочу, у них тоже есть о чем рассказать людям. Они начинают тоже о чем-то вещать. Но сейчас с каждым годом людям становится все тяжелее себя органически продвигать в соцсетях, в частности, в Инстаграме. Почему? Потому что Инстаграм очень долгое время создавал свой продукт, в который было вложено очень много денег. Соответственно, каждый бизнес, он создается с целью монетизировать себя, чтобы зарабатывать в будущем большие деньги. Каким образом происходит монетизация в Инстаграме? Все очень просто. Через продажу рекламы. Так как это в Фейсбуке было в то время, в Фейсбук был бесплатной площадкой, где люди просто общались и в будущем начали появляться разные моменты по продаже рекламы. Сейчас мы видим, как Фейсбук полностью заточен под рекламу. Ты заходишь, везде-везде реклама. Так же и с Инстаграмом было. Сначала он бесплатный, 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 бесплатный. Потом начались первые продажи рекламы, чтобы можно было в ленте увидеть, что там продвигает. То есть люди начали пользоваться, чуть-чуть продвигать здесь. Но Фейсбук понимает, что чтобы люди искусственно начали пользоваться Инстаграм, ему нужно создать искусственные условия. В свое время Фейсбук создал очень сильные, жесткие рамки. Он начал резать активность. Естественно, что бизнес уже через SMM-продвижение, через то, что ты начинаешь сам писать какие-то посты, и оно активно развивается, развивается через SEO, оно перестало работать. Начали просто вливать рекламу. Сейчас ты понимаешь, что реклама в Фейсбуке – это чисто за деньги. Только так. Больше них не прекламируешь. Инстаграм сейчас делает то же самое. Он сейчас начинает очень сильно ставить людей в рамки. Он начинает резать активность. Он начинает писать разные скрипты. Сейчас самые свежие новости, как и объявил недавно Инстаграм, что он позиционируется по трем ключевым моментам. Первый момент – это то, сколько человек находится в социальных сетях, то есть в Инстаграме. Если вы проводите в день, в сутки, час своего времени вы тратите на Инстаграм, он понимает, что за час времени вы можете посмотреть на 15 по столу. И он начинает смотреть, на кого вы подписаны, и с кем вы больше всего взаимодействуете, и с кем из ваших людей, на кого вы подписаны, другие люди взаимодействуют больше всего. Это второй критерий. И третий критерий – это как тот человек, который в ВСМИ взаимодействует, его активно распространяет среди других людей, и как он набирает охват. То есть три критерия. Если вы сидите только час, вам покажут самую выжимку самых этих людей, которые в самом-самом топе, и которые везде интересны, либо с которыми вы очень сильно взаимодействуете и взаимодействуете другие люди. Если вы сидите там 15 минут в сутки, вам покажут только самые-самые-самые верхние, самые актуальные, самые более развитые посты. Таким образом, вы сами видите, иногда вы заходите в свою ленту и смотрите пост, который был опубликован там сутки назад, там либо 15 часов назад, он в самом верху, но те ребята, которые сделали пост буквально 5 минут назад, они где-то ниже намного. Почему так происходит? Все ребята намного меньше релевантны, у них намного меньше охвата, с ними на менее активность, взаимодействие. Поэтому ребята, которые активно развивают свою страницу, они всегда везде вверху, вверху. И вот этим, которые только начинают свой путь, очень тяжело пробиться. Им нужно, чтобы либо пользователь, который на них подписан, больше времени тратил, соответственно, либо имел менее количество подписчиков, на которые он подписан, либо нужно как-то пробиваться, нужно как-то воевать. И таким образом, Инстаграм стимулирует вот этих всех пользователей, которые только начинают покупать рекламу. Если вы покупаете рекламу, Инстаграм штучно начинает вас распространять среди других людей и искусственно вам создавать охват. То есть, таким образом, Инстаграм себя монетизирует. И оно только будет ухудшаться в сторону клиента, в сторону нас, пользователей, но улучшаться в пользу Инстаграма, потому что он будет зарабатывать деньги и все больше и больше и больше. И поэтому нам нужно с этим смириться, нам нужно это принять, с этим ты никак не будешь воевать. Но мы все понимаем, что нужно оставать digital, что нужно себя развивать как личность, позиционировать себя в социальной сети, потому что это встает важно. Мы встаем все дети интернета. Скоро у нас все будут деньги полностью в интернете, не просто так, как это люди развиваются своими мильными шагами, не просто так создают социальные сети, не просто так все внедряется и максимально все контролируется через интернет. То есть, как ни крути, интернет будет везде и все будут люди социальные. Даже сейчас в разных компаниях топовых, когда берут на прием, на работу топовых менеджеров, они изучают их социальные сети. Facebook, LinkedIn, Instagram и так далее. Для чего? Потому что эти люди являются лицами. И другие люди, которые подписаны на этих людей, они смотрят на них и они складывают в себе разную мысль, разную позиционирование этой компании. Если какой-то человек, можно сказать, вообще на него смотришь, думаешь, блин, но он никакой. как он может быть топ-уководитель компании. И, соответственно, компания-то понимает. Либо она ему говорит, что давай развивай свою социальную сеть и бери себе персонального менеджера, который будет тебя позиционировать, либо ты нам не подходишь. Это реальная проблема сейчас. Топ-менеджеров перебирает и еще смотрит на их социальные сети, как их позиционировать. И если раньше нас принимали больше по личному образу, как мы общаемся, как мы выглядим, то сейчас очень сильно нас воспринимают по социальным сетям. Даже вспомните себя. Вот вы открываете человека, его там инстаграм страничку и смотрите на него. Так, первых там, может, 9 постов вы посмотрели, посмотрели его управление, аватарку, и у вас сразу в голове скваживается какое-то мнение о этом человеку. Оно может быть ошибочное. Может быть, этот человек, если вы, например, смотрите, страника такая плохо оформлена, вы думаете, блин, какой-то человек такой, наверное, не очень. А он может быть очень хорошим человеком, очень сильным, сильным предпринимателем, бизнесменом. Он просто, он не упакован и не зацинирован в инстаграме. И может быть, все наоборот. Вы смотрите, о, блин, круто, вот это человек, вот это круто, я хочу с ним общаться. А он на самом деле пустой. Это, так как бы, можно сказать, проблема 21 века, но ее нужно тоже принять. То есть нужно принимать, что нас будет все больше и больше воспринимать в интернете. И на нас будет смотреть. Вот я расскажу вам с личного опыта, как у меня это происходит. Я активно пользуюсь инстаграмом, я веду свой блог, я поищу много информации, много фотографий, видео разные, даю какой-то контент. И у меня есть там 100 тысяч подписчиков. И я столкнулся с такой ситуацией, когда я раньше был, клиент этому не передавал значение, когда я писал каким-то интересным людям, которые мне интересны, а у них там уже большая была аудитория, то процент открываемости моего сообщения была очень маленькая. Сейчас, куда я пишу ребятам, которые имеют большое количество подписчиков, либо меньше меня, либо чуть больше меня, у меня 100% открываемость моих сообщений. То есть люди воспринимают тебя, если вот он смотрит, у меня там 200 тысяч подписчиков, какой-то пишет мне там чувак там полтора тысячи, ай, наверное, какую-то фигню хочешь мне там предложить. А давай ему пишет какой-то парень, у которого есть 100 тысяч подписчиков, он заходит на его страницу, смотрит, о, вот это интересный парень, наверное, что-то он может мне предложить. И они открывают больше. То есть это, это такие вот, такая жесть у нас сейчас слаживается. Также и с бизнесом. Каждый бизнес сейчас старается себя подсоценировать в интернете, в инстаграме. Создаются разные аккаунты крупных компаний. Они собирают, для чего они делают? Они собирают быстро информацию. Сейчас, если что-то случилось, вы можете сразу записать какой-то сториз, отметить тот бизнес, который где-то что-то сделал плохо либо хорошо, и он сразу попадет в отделы по работе с клиентами и не сразу обработает запрос. То есть быстро сброс информации. Сейчас мелкий бизнес, средний бизнес очень сильно позитивирует себя в инстаграме. Почему? Это удобно. можно зарабатывать большие деньги. Сейчас не нужно создавать себе какой-то сайт, какой-то лендинг. Сейчас есть такое понятие, как инсталендинг. Вы просто задаете себе инстаграм-страничку, красиво ее упаковываете, делаете какой-то продукт, услугу и начинаете ее продавать. Льете какой-то трафик на нее, либо официальный инстаграм, либо другие способы, которые существуют. Сейчас мы пообщаемся. и получают клиентов, и дальше уже их задачи, как их продукт, либо их услуга интересна. То есть люди создают очень много. Вы сами видите, как много людей сейчас продает что-то, либо предоставляет какие-то услуги через инстаграм. Но с каждым годом мы сталкиваемся все больше и больше с больностью, что нас не замечают. То есть те ребята, которые начинали два года назад, три года назад, пять лет назад, им проще было. Сейчас у них есть аудитория, которая их принимает. Сейчас новые ребята, которые начинают заходить сюда, им тяжелее. Почему? Потому что им пробиться через этот информационный шум просто невозможно. Либо нужно иметь где-то извне какую-то подпитку хайпа, где-то известность, медийность и так далее, чтобы люди сразу знали кто вы и что вы. Либо нужно создавать какой-то шок-хайп-контент. То, что мы сейчас видим, начинается в инстаграме разыгрывать разные машины, разные квартиры. То есть люди начинают хайпить, чтобы шок-контент создавать для того, чтобы быть лучше, лучше, лучше. Такая гонка существует. И другим ребятам, которые начинаются, им тяжело через это все пробиться. И что им нужно делать? Либо раз, влаживать большие деньги в официальную рекламу инстаграм, чтобы пробиться, набрать себе охват, чтобы их заметили. Но тут же вторая есть часть. Им нужно себя хорошо, грамотно упаковать. Вообще, любое развитие инстаграма делится из двух частей. Это трафик и вторая упаковка. Если вы имеете крутой трафик, но вы плохо упакованы, ваша страничка неинтересна, то все пойдет в пустую. Также, наоборот, если у вас очень красивая страница, но у вас нет трафика, тоже бесполезно. Делайте, что вы хотите, контент вас не видит. И таким образом, с каждым периодом времени создаются разные сервисы. Раньше это были сервисы по масс-лайкингу, масс-пологингу. Для чего это создавалось? Для того, чтобы обойти как-то инстаграм-рекламу, потому что это очень дорого, но получить какой-то трафик. Люди начали создавать сервисы, другие люди начали пользоваться, подписываться на масс-лайкинг, масс-пологинг. Каким образом это работало? Когда это было что-то новое, люди не понимали, еще не проелось это им. Они думали, что действительно кто-то их лайкает, кто-то на них подписывается. Соответственно, они переходили на страничку этого человека и дальше уже смотреть. То есть, те люди, которые использовали масс-лайкинг, масс-пологинг, они получали трафик. Таким образом, они конвертировали в себя, в своих подписчиков либо в услуги. Потом этот масс-пологинг уже стал неактуальным. Сейчас он реально неактуальный. Кто-то использует масс-пологинг либо масс-пологинг, они просто, во-первых, убывая свои странички, потому что у них очень много людей, на которых они подписаны. А если у вас много людей, на которых вы подписаны, то я считаю, что вы бот либо накрутка либо и так далее. Вас урезают. И также люди, на которых вы подписываетесь и лайкаете, они видят, что это, они сразу считывают, что это масс-пологинг, мисс-лайкинг, даже не обращая внимания. Это не новое. Сейчас использовать новые фишки добавляется. Есть такая штука, как автопросмотр сториз. И я вижу, как много людей сейчас, они не знают, что существуют такие сервисы, и они думают, что их крутые какие-то звезды либо там крутые блогеры с большими аудиторами смотрят их истории. И они как бы начинают, о, круто, начинают кидать свои сториз, репост, скриншот, отмечать этого блогера. Но каким образом они создают? Во-первых, блогер, который использует масс-сторинг, он получает трафик людей. Может быть, этот человек никогда не видел его как блогера, либо как его страницу. Но каждый человек пересматривает тех людей, которые ему смотрят stories. И он попадает, смотрит, о, кто-то посмотрит мой stories. Переходит угол, думаю, вот это прикольный чувак, вот это интересная девушка, подпишусь на нее. То есть, таким образом, человек, который использует масс-сторинг, он получает трафик. Пока пешка актуальна, но рано или поздно она тоже пройдет. И вот таких моментов очень много. Гивауэй, где люди участвуют в гивауэй, в конкурсе, где они выступают спонсорами, а другие участники хотят выиграть этот приз. Они подписываются на спонсоров, таким образом спонсоры получают так. То есть, таких способов очень много. Но одна цель получить трафик. Для чего? Для того, чтобы продать свои услуги, продать свой какой-то продукт, либо получить себе дополнительную аудиторию, которой там в будущем можно что-то другое монетизировать. Цель у всех одна. Для того, чтобы создать себе какое-то имя, создать себе какой-то продукт, создать свой личный бренд. Поэтому один, одним из таких сервисов сейчас, который полностью заменяет все возможные методы продвижения в одной упаковке это инстайм. Что такое инстайм? Инстайм это сервис, который позволяет максимально органически получить вам аудиторию, которая приходит с инстаграма. Каким образом? Сейчас, когда вы постите свои посты, чтобы вам попасть, например, где-то пробиться через все, то, что я назвал, вам нужно либо покупать рекламу, либо где-то на чем-то прохайпить, чтобы набрать оборот, охват. То есть, ваша цель, чтобы вас, если вы постите пост, ваша цель, чтобы другие люди, которые на вас уже подписаны, чтобы они не видели вас раньше всех, это раз. Второй момент, чтобы люди, которые на вас не подписаны, видели вас в рекомендованных. Третий момент, чтобы люди, которые на вас не подписаны, но ищут по геолокации что-то, тоже попадали на вас и переходили на и четвертый люди которые что-то ищут инстаграме по поиску то есть хештеги да это так это поиска что вы будете поиски она ищет по эти хештег 4 не чтобы по те люди которые что-то ищут поиски попадали на вас по хештегам и тоже попадали на вашу треничку и оставались либо вас покупает то есть четыре способа через что делает он предлагает услугу в которой будет трафик полный органический где вы будете получать количество комментариев лайки сохранений видеопросмотров для чего когда вы делаете свой пост вы пускаете себе вы ставите знание чтобы вам другие участники дали дали какую-то активность виде там лайков и другие люди которые увидели ваш пост заданий у централи с из и они начинают васgua такой ниво начинает вам писать комментарий либо просмотров нашего видео либо оставить сохранение таким образом ваш пост в инстаграме начинает набирать окваты начинает набирать охваты и аплода и ранжируется то есть показывается большем количестве среди ваших подписчиков то есть вы начинаете где-то больше придти других людей начинаете конкурент конкурировать другими блогерами либо с другими людьми дальше что происходит вы попадаете в рекомендованные другим людям потому что люди вас которые на вас подписаны они вас видят они вас лайка если они вас лайкает то другие люди которые вас лайкает их и друзья их и знакомые тоже видит ваш пост рекомендованы где-то в поиске сидеть программа дальше вы набираете аудиторию вы попадаете в толпы по геолокации падаете в топ и по хештегам что происходит то есть который например заходит по геолокации что-то ищет кого-то по геолокации он вводит там геолокация какая-то заведение либо кого-то гор для какой-то страны и так далее и он видит первых он видит очень много но сверху там первых там 9 постов людей самые 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 и вероятность того что человек будет смотреть очень низко очень маленькая он смотрит там первых 9 12 максимум если вы же у интересны естественно он на вас переходит то есть вы получаете трафик еще с геолокации дальше вы получаете трафик из хештега если вы указываете в хештеге начинаете попадать топы тоже по хештегам и люди которые что-то в поиске ищет они попадают на ваш пост и переходят на вашу страницу таким образом инстайм дает возможность пробиться через этот информационный шум который создан до стать более конкурированный чем другие участники и уже получить трафик но тот трафик который вас приходит как вы отработать и это уже ваша задача но то что вы получите этот трафик мы получите полностью поток клиентов либо поток перехода на вашу страницу это сто процентов это решаемость инстайна я так от себя сейчас я включу презентацию пройдемся по презентации но меня сейчас не будет на видео видно потому что либо презентации либо видео давайте сейчас переключу так с презентация как видно презентации не видно так вроде видно супер инстаграм это первая в мире платформа органического продвижения эффективной монетизации в социальных и инстаграм это отзывы участников это цифры которые сейчас в именно в инстаграме оперирует это больше статистики то что говорил что инстаграм это самая быстро растущая социальная сеть которая будет только набирать обороты и она будет убивать все социальные сети в будущем скоро инстаграм будет делать marketplace и вы сможете покупать даже через инстаграм то есть там очень сильно глубокое видение у этого проекта и поэтому мы не ставим выбрал площадку инстаграма как основную площадку где развиваться то что я говорил да что по оценкам ресурса очень много людей которые сейчас уже популярные звезды зарабатывают очень большие деньги в инстаграме чисто на том что они публичные медийные люди ну не будем говорить вот таких больших лица как вот тут указано но вы сами знаете все там разные блогеров из своей страны и своего города который занимается активно инстаграмом и зарабатывает хорошие деньги вы сами видите на способ жизни и как они живут давайте перейдем больше к части инстаграма вот что вы получаете в инстаграме когда вы покупаете подписку когда вы регистрируетесь в инстаграме вы можете купить либо подписку либо быть на бесплатной форме каким образом если вы покупаете подписку вы получаете сразу 50 тысяч просмотров который можете использовать на свои посты свои видео которые возражает инстаграм получаете 30 тысяч лайков вместе с которой можете также использовать на свои посты которые вы публикуете 300 комментариев и 1000 сохранений все это в месячной подписке вы публикуете какую-то фотографию либо какое-то видео или какой-то пост соответственно можете добавить себе эту активность то что я говорил а эта активность вас начинает выводить, выше-выше пробиваться через этот информационный шум. Дальше. Вы можете продвигать свои посты, каким образом это происходит. Каждый участник, который регистрируется в сервисе, у него есть такое понятие, как задание. Когда вы публикуете свой пост, например, я хочу добавить 30 комментариев, вы ставите это задание сервису. Сервис берет это задание и распределяет между другими людьми, которые есть в сервисе, чтобы они выполнили задание. Каждый участник, который есть в сервисе, у него есть условие, что он должен выполнять задание другим участникам, но не более 30 заданий в день и в тот день, когда он хочет поставить себе активность. То есть, например, вы зарегистрировались, купили подписку, сделали публикацию и решили продвинуть свой пост, чтобы добавить ему чуть лайков, чуть комментариев, чуть сохранить. Но перед этим вам система скажет, сначала выполните задание другим участникам. Вы заходите в раздел задания и выполняете другим людям, пишите комментарий какой-то, либо ставите лайк. Задание выполняется очень быстро, если вы уже попользуетесь чуть-чуть сервисом, их там 5, 7, 10, 15 максимум минут, можно выполнить хорошее, качественное задание. И постоянно выполняете, у вас есть доступ давать задание себе. Вот вы выполнили, дальше вы нажимаете, вот как видите справа, вот комментарии, вот добавить себе там какое-то количество комментариев, кнопочку добавить, нажимаете. И сервис распределяет между другими участниками, которые есть. И другие участники видят это задание, приходят на вашу страницу и пишут вам комментарии, либо лайкают. То есть со стороны инстайма это выглядит для инстаграма максимально органично. То есть инстайм не пересекается с никакими, не нарушает никакие правила внутренние инстаграма. Почему? Если другие сервисы, там по масс лайкам, масс фоллингу, масс сторингу, они нарушают правила. Почему? Потому что вы даете автомату, то есть роботу, свои данные, и робот вместо вас выполняет очень много разной активности. Это нарушение правил инстаграма. Из-за этого может блокироваться аккаунты, которые используют эти сервисы. Инстайм это все выглядит всем по-другому. Инстайм не берет у вас ни логина, ни пароля, ничего. Он не заходит в ваш внутренний кабинет, в ваш внутренний аккаунт. Он просто считывает, когда вы регулируетесь, вы указываете свое только инстаграм имя, и он заходит в инстаграм, считывает всю информацию, дублирует ее у себя, то есть все фотографии, и уже внутри сервиса дает вам возможность что-то добавить. И человек, который видит этот сервис, то есть это задание, он просто нажимает кнопку выполнить задание, и инстайм его переводит в инстаграм, и вы просто лично из своего аккаунта выполняете задание другому аккаунту. То есть для инстаграма это выглядит как, что я, например, перехожу на ваш аккаунт и написал вам комментарий. Никакого нарушения, все максимально органично. Трафик этот максимально органичный, живой, вам делает задание другие участники сервиса, поэтому сервис не нарушает, а наоборот делает для вас намного приятную работу по развитию вашего инстаграма. Вот то, что я говорил. Как это работает? Все действия выполняются живыми пользователями сервисом, в каждое действие приходит участник в сети как задание, которое выполняет. Взамен он также получает трафик от других пользователей, все подписки, которые получают пользователи платформы, эти люди, которые купили услугу. Все эти действия повышают вам активность в вашей личной странице, и вы сразу увидите, если вы попользуетесь, моментальный результат, просто моментальный результат. Это не то, что вы сейчас что-то делаете, и где-то через какое-то время вы увидите результат. Вы тут же взяли пост, дали имуактивность, и вы тут же видите, как охват вашего поста поднимается. Вы же можете посмотреть, сколько переходов на вашу страницу, сколько уникальных переходов на вашу страницу, сколько людей подписалось на вашу страницу, сколько пришло с хештегов, сколько пришло с геолокации. То есть это сейчас все можно отслеживать в инстаграме. Инстаграм специально это делает, чтобы максимально под бизнес затачивать, максимально статистики, чтобы было больше. Соответственно, вы попадаете в топ и попадаете в геолокации. это сразу же с первого действия вы можете получить, поэтому сервис работает хорошо, сервис работает сразу же, моментально, эта работа прочувствуется. Механизм взаимодействия аудитории с контентом благодаря Инстаграм. По алгоритмам работы Инстаграм, при достижении большой активности и публикации участника, он попадает в топы, получая большой охват аудитории вне рамок проекта. Высокие рейтинги, активность, количество перехода на страницу и многие другое дадут дополнительное количество подписчиков из отдела рекомендаций. То есть то, что я говорил, люди начинают вас лайкать и комментировать, вы сразу попадаете в первые позиции у других людей, когда они начинают листать свою ленту, а также они вас лайкают, вы попадаете в рекомендации, также вы попадаете в топы по хештегам, по локациям. И если вы начинаете это использовать, вы начинаете развивать свой Инстаграм-аккаунт, он начинает расти, вам приходят подписчики, вам приходит аплодисментария. В будущем, либо уже сразу, если вы активный человек уже сейчас, можете монетизировать свою аудиторию. То есть люди, которые вам приходят, либо уже существует аудитория, которая у нас есть, вы можете монетизировать путем продажи своих услуг, своих продуктов, либо давать какую-то рекламу и так далее. Что это значит для вас? Вы расшираете свою сеть подписчиков органически. Можете быстро продвинуть свой личный бренд или бизнес. Монетизировать свою активность в Инстаграм с первого дня вашей регистрации, получаете комиссионные со всех участников платформы. Повышаете ваши учетные записи, что обеспечит увеличение оплата за счет попадания в топ-рекомендации. То есть тут я об этом всем поговорил, кроме того, что есть вид, как монетизировать свою активность в Инстаграм, получать комиссионные. Что это такое? В первую очередь, для чего создавался Instime. Instime – это сервис, который нужен людям для того, чтобы пробиться через информационный шум, стать более замеченным, развинуть свой личный бренд, либо развинуть свой бизнес и начать монетизировать то, что же у вас существует. Но Instime – это IT-продукт. И как любой IT-продукт сейчас стыкается с проблемой, что процентов 60, а то и 80% своего бюджета идет на маркетинг. На маркетинг. Для чего? Если посмотреть раньше, когда только все создавалось, когда был дефицит IT-продуктов, дефицит сервисов, что бы ни создалось, людям это было нужно, и они сразу это видели. Сейчас также есть очень сильный инфрационный шум, поток разных услуг, разных сервисов. И чтобы пробиться через это, нужно очень сильную агрессивную какую-то компанию создавать, то есть вливать большие деньги в рекламу, продвигать сервис. И таким образом завоевывать своих подписчиков, своих клиентов, которые будут пользоваться сервисом. То есть Instime пошел таким путем. Он выбрал, нужно в первую очередь создать продукт, который будет максимально полезный, который будет работать, который будет приносить людям сразу же результат. Но вместо того, чтобы вливать эти деньги в бюджеты, в маркетинг, отдавать, например, другим центральным сетям, то, что продвигает, это Instime тоже делает. Но вместо того, чтобы вливать в это все, лучше сделать партнерскую программу. Что это? Это то, что если вы кому-то посоветуете этот сервис, которому тоже нужно для того, чтобы продвигать себя, либо для бизнеса, либо личного своего бренда, из личной потребности. Если человек будет пользоваться по вашей рекомендации сервисом, вы будете зарабатывать денежку. То есть партнерская программа – это сейчас очень сильно развитая система бизнес-маркетинга, и он очень удобный. Я всегда навожу примеры разных банкингов, которые используют партнерскую программу, где есть такая штука, как услуга, как прокиндуй наш сервис, прокиндуй наш банкинг и получи какую-то денежку на свою карту. Каким образом это происходит? Почему? Потому что люди верят людям, люди ведут на людей. И если есть хороший продукт, в котором человек остается, и плюс добавить еще мотивацию за рекомендацию, этот продукт будет вирусно распространяться, потому что каждый участник захочет это иметь. И когда приходит критичная масса людей, то это начинается быть мейнстримом, каждый человек умеет. Так насаживается тренд. Я с вами с Украины, с Киева. Вот нас в Украине сейчас за год очень сильно завоевал все позиции банкинг, монобанк. Он пошел путем, что он создал очень удобный интернет-банкинг, мобильный банкинг. У него нет своих там отделений, ничего. У него есть просто отдельный интернет-банк, плюс сервинал, где можно пополнить денежку, снять деньги с банкомата. С любого другого банкомата можно снять. Но они создали очень удобный продукт. Очень удобный по функционалу, очень быстрый. Любые переводы, любые транзакции, кэшбэк. Они возвращают денежки за транзакции. И это реально очень полезно людей. Плюс они поставили партнерскую программу, и люди начались мотивироваться, чтобы рекомендовать своим друзьям. Они знают, что они рассказывают по хорошим продуктам, которые нужны. Почему? Потому что всем нужен интернет-банк. Всем нужны деньги где-то управлять, переводить, что-то платить. И если это хороший качественный продукт, почему бы ему не рассказать своему другу? Если ему кто-то, любой другой расскажет, и еще на этом можно себе заработать деньги, либо кто-то другой заработает деньги. Поэтому это взрывная сила. Хороший, качественный продукт плюс партнерская программа. Инстайн также поставил партнерскую программу за то, что если вы сами пользуетесь продуктом, а я опять же акцентирую внимание, в первую очередь вы должны понимать, что вам этот сервис нужен. Если вам нужен, вы будете им пользоваться. А дальше вы сможете уже рекомендовать. Если вам не нужно, соответственно, вам нет смысла рекомендовать. В первую очередь я говорю, ознакомьтесь сами с сервисом, попробуйте, прочувствуйте себя. Купите подписку, например, либо на бесплатной форме выполните несколько заданий, заработайте поинты, поставьте себе задание на продвижение, посмотрите, какие лайки, какие комментарии вам приходят, что вам с этого дает, какой охват. А уже после потом, если вам это нравится, вы можете продвигать и зарабатывать денежку на это. Но Инстайн сделал не только ради того, чтобы человек, который рекомендует, получал деньги. Здесь есть чуть-чуть скрытый смысл, намного сильнее, о котором сейчас я расскажу. Но давайте вернемся все-таки по деньгам. Если вы образно кому-то порекомендуете сервис Инстайн, человек, например, заинтересовался, сказал, о, круто, я вот видел в моем инстаграм-аккаунте, сейчас там какая-то активность растет, я вижу, там, у тебя теперь больше лайков, люди тебе комментируют, я вижу, что у тебя подписчики увеличиваются, каким образом это происходит, вы говорите, да, я пользуюсь сервисом Инстайн, круто, я тоже хочу. Если вы рассказали ему Инстайн, дали ему ссылочку на регистрацию, либо свой промокод, а в Инстайн нельзя зарегистрироваться без промокода другого участника, то вы моментально получаете на свой счет денежку в виде 15% за то, что вы порекомендовали этот сервис. Если такая ситуация начинает развиваться, и ваш человек, который также купил подписку, ему тоже понравилось, и он начинает распространять среди своих людей и других, вы получаете с таких 5% с каждой подписки. И так дальше, 4%, 3% и 1%. Таким образом, Инстайн отдает 66% из подписки, которые оплачиваются, людям в сеть для того, чтобы мотивировать их зарабатывать деньги. То есть, что вы получаете? Кроме того, что вы развиваете свой уже существующий бизнес, либо свой личный бренд, вы получаете трафик клиента, вы получаете активность, вы меняетесь полностью в Инстаграме, ваша колеснира не меняется полностью на 100%. Вы еще дополнительно получаете монетизацию с точки зрения денег. А это очень большая мотивация двигаться дальше. Особенно, если вы уже публичный человек, особенно, если у вас уже есть аудитория. Если у вас есть аудитория, которой вы можете посоветовать этот сервис по партнерской программе, вы можете зарабатывать очень большие деньги. Почему? Потому что подписка оплачивается каждый месяц. Соответственно, и деньги вам приходят каждый месяц. Это намного удобнее, например, чем просто продавать рекламу у себя на страничке. То есть, каждый раз вам нужно продавать рекламу, продавать рекламу. Каждый раз вам нужно искать, либо реклама вас ищет, то есть, вы надоедаете своей публике. А так вы рассказываете в Инстаграме, в Инстаграме, в частности, рассказываете о том, что он дает, и на этом зарабатывать деньги. дальше но кроме того что у вас есть возможность зарабатывать деньги инстайн сделал маркетную часть первую очередь со стороны все другое интересное что вы сможете иметь подписчиков получить подписчиков свою на свой сарам там давайте сейчас на видео я хочу чтобы меня видели с вами более 5 для чего была создана маркетинговая часть в маркетинговой части заложено то что если вы регистрируете сервис вы не можете просто зарегистрировать вам нужен промокод вы регистрирует поэтому промокоду дальше первое задание у вас сервис и сразу же будет подписаться на 15 людей которые зарегистрировались в сервисе раньше вас для чего когда вы регистрируетесь и подписывайтесь на этих людей вы даете а убьют дополнительную аудиторию для людей которые раньше дрессируется таким образом человек который регистрируется в инстайн кроме того что он получает продукт который ему нужен для продвижения себя получение трафика он получает дополнительную аудиторию виде подписчиков то есть все люди которые регистрируются местами если вот вы зарегистрировались раньше а если который начал приходить после вас неважно там от вас либо там от людей которые над вами стоят и раньше вас пришли если они регистрируются большом потоке они по системе распределяется уже ниже вас и у них будет обязанность подписаться на 15 людей вышестоящих давайте вам может нарисую на доске так будет более понятно это происходит смотрите вы покупаете подписку кстати подписка стоит 58 долларов в месяц 58 долларов в месяц после регистрации вы можете либо выполнять задания сами просто собирать баллы которые потом можно менять на активность либо купить подписку и получить пакет активности которые я раньше рассказывал видит лайков комментариев посмотров и так далее вот так же только вы регистрируетесь каждый человек который зарегистрировался системе он автоматически попадает маркетинговую часть а называется тренар тренарная система тренарное дерево что это подозревает чтобы другому человеку зарегистрироваться здесь сервисе ему нужно промо-код который он будет указывать при регистрации когда он оказывает промо-код система знает что этот человек пришел по вашей рекомендации и он падает систему ниже вас таких людей которые могут упасть у вас сразу в первую печень куда есть всего три человека это не означает что вы не можете больше никому рассказывать кроме троих людей можете стать и четвертого и пятого и десятого и 100 у меня есть ребята которые активные блогеры они активно рассказывают о рассказывает о инстайме в инстаграме у них там пришло там ты еще полтора тысяч людей которые залетела сервиса но куда эти люди падают если вы вас есть нам три человек который сюда встали четвертый человек будет падать уже следующие три ячейки которые есть у этого человека называется перелив и таким образом вы заполняете уже следующих девять ячей то есть три у каждого человека есть тоже по 399 каждого по 327 и таким образом систем растет в таком плане 39 27 81 243 729 и так далее до 15 уровня что вы получаете когда ты человек зарегистрировался в сервисе купил подписку у него будет обязательное условие подписаться на 15 людей которые стоят вы например если этот человек зарегистрировался здесь и между ними еще есть там люди он будет обязан подписаться на вот этого человека на вот этого на вот этого этого вот этого и на вот так таким образом каждый человек получит подписчиков если этот человек который сам вверху он создал такую там большую команду он активный он распространяет то все эти люди которые есть они будут писать таким образом первые три человека пришло подписалось у него плюс три подписчика три человека сделали активность порекомендовали своим другим людям которым это будет тоже интересно известно ему пришло три по три еще плюс девять подписчиков дальше если эти ребята тоже повторяли действия которые работают ему приходит еще плюс 27 подписчиков дальше плюс 81 и таким образом генерируется очень большое количество людей и сейчас взять уже раз два три четыре пять шесть шести уровнях у него уже примерно придет 1200 подписчиков живых органичных и эти подписчики это не те люди которые пришли где-то с конкурса где-то на какую-то халяву на бесплатный iphone на бесплатную какую-то штат который потом завтра пишется нет эти люди которые останутся у него потому что система их обязует быть подписанным но максимум на 15 людей но опять же этот человек который платит денежку да он палит 8 долларов за подписку он плати способны таким образом человек который покупает что-то в интернете он может покупать у вас если вы даете какую-то там ценность если вы даете какой-то нужный ему продукт либо вы даете ему какую-то нужную услугу он может вас покупать поэтому этих 1200 человек либо там 27 человек либо 100 человек это равно примерно там пяти десяти тысячи людей которые пришли с какого-то конкурса разбивая это стопроцент потому что они плате способны и это была такая основная как бы идея для чего создать маркетинг план для того чтобы максимально быстро распространять сервис и чтобы люди которые активно развиваются продвижением кроме того что они получали трафик они в его пробивались через шум попадали кто-то получали тапик из них они еще собирали аудитории людей подписчиков которых они опять же могут конвертировать то есть те люди которые покупают сервис они уже в плюсе они уже лучше чем другие они получают активность но эти люди которые еще активно кому-то рекомендуют они собирают большие аудитории а большие аудитории это естественно намного больше монетизации намного больше возможностей таким образом приходят подписчики и плюс денежная составляющая это то что мотивирует людей также продвигать сервис каким образом если вы лично лично приглашенный лично кому-то лично кого-то пригласить и расскажите о этом сервисом первым троим своим людям они зарегистрировались то за каждого такого человека система инстайм сервис инстайм заплатит вам 50 15 процентов 58 долларов это равно 8.7 доллара это денежка который будет падать ежемесячно вам если человек этот каждый месяц оплачивает продукт если он ценный он будет его плачет вы каждый месяц будете получать 80 долларов каждый месяц подписки 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 дальше если эти люди начинают продвигать тоже инстайм рассказывать возможно потому что них аудитории собаки больше подписчиков если они деньги заработать почему бы нет это с первых четыре линии четыре уровня вот раз два три четыре уровня система за каждого человека будет вам оплачивать 2 и 9 долларов 5 процентов либо в деньгах 2 идеи долларов то есть каким образом если вот эти ребята начали вот рассказывать и она начали выстраивать свои системы своих людей то вот за каждого человека который покупает подписку он подписывается на вас плюс вы за него получаете 2 и 9 долларов ежемесячно и так система углубляется вниз в следующие c3 уровня вы получаете 4 процента либо это деньгах 2 . и 3 доллара со pay получается следующих 1 2 3 4 уровни это уже восемь уровней следующие четыре уровня вы получаете три процента либо в деньгах это один . 74 доллара каждый человека и И последних три уровня вы получаете по одному проценту, либо 0.58 долларов. То есть за каждый человек, который покупает подписку, вы получаете деньги. Но есть очень важный момент, что мне очень нравится здесь. Эти люди могут быть даже не ваши. Вот у меня есть реальные кейсы, реальные ситуации, когда вот блогер, вот это блогер, он активный блогер, у него большая история. Он рассказал там в инстаграме, в сторис о возможности общего сервиса места, люди начали его сразу регистрируются, покупать, потому что им это надо. И вот тот, кто первый здесь зарегистрировался, вот здесь, 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 он начал получать вот эти переливы, потому что есть только там три первых места, потом идут следующих только 9, потом 327. А потом пошел большой, например, там вот есть один блогер, он сделал рекламу сразу в тысячу регистраций. То есть эти тысячи регистраций начали заполняться вот так до седьмого колена, эти тысячи регистраций, вот они до этого до уровня зарегистрировались. И тот, кто первый тут зарегистрировался, он получил там примерно 333 человека, да. Тот тут зарегистрировался, он же там получил там образно 100 человек, да, и так дальше. Но все эти люди, хоть они пришли там не по его рекомендации, система расстреляет так, что они будут ниже, то он тоже зарабатывает с них. Но при одном условии, если у него есть ежемесячная подписка. То есть вот так, в двух словах я вам постарался показать на практике, как выглядит маркетинг-часть. Вот. И вообще рассказать о основном продукте InStime. Для чего он нужен, как работает Инстаграм и фишки все, какие работают сейчас. Давайте с вами пообщаемся теперь по вопрос-ответ, и я вам расскажу больше детально, если у вас остались какие-то вопросы по сервису, как он работает, либо по маркетинговой части. Давайте, задавайте мне вопросы. Спасибо. Спасибо. Что, ребята, есть какие-то вопросы? Если нет вопроса, это означает, либо все понятно, либо ничего не понятно. Супер, тогда, если все понятно, дайте обратную связь. Что-то о сервисе. Кому понравилось, кто бы хотел пользоваться этим. Кому интересен сервис, как продукт, напишите единичку. Кто хочет пользоваться? Кто хочет это использовать как инструмент для заработка? Напишите 2. Есть вопрос, вижу. Если оплачено только 3 человека, то на второй месяц от их оплат сколько будет? Смотрите. Каждый месяц вы будете получать по 15% 87 долларов. Сейчас там есть еще некоторые изменения в маркетинге, но они пока не точные. Есть пока момент, когда первый месяц вы сделали, вы получили 15%, а следующий месяц будете получать 10%. Но это пока не точно. Точная информация всего маркетинга будет презентована в Турции на третьей компании. Поэтому пока еще у нас период при старта, есть разные моменты изменения. Пока в данный момент 15% в первый месяц, есть и второй, но пока это еще не точная информация. Может быть будет все время 15%. Супер, вижу, что я уже пользуюсь 1, 2. Круто. Мне больше и больше нравится сервис. Супер, отлично, ребята. Огонь, огонь, огонь. Инстаграм изжирает политику относительно различных моментов. Возможен вариант, что прикроет. Смотрите, это то, что я рассказывал во время своей презентации, где-то в середине, что мы, именно участники сервиса и сам сервис, мы не нарушаем какие-то правила. Почему? Как это происходит для Инстаграма? Вот вы, у вас есть свой Инстаграм-аккаунт, вы постите там разные фотографии. Но, когда вы регистрируетесь в сервисе, вы не даете пароль, вы не даете доступ к нему. То есть, сервис не имеет доступа, он не использует ваши данные, чтобы что-то выполнять в самом Инстаграме. Он смотрит, заходит как бы извне в Инстаграм, смотрит на какие у вас есть фотографии, подкачивает себе наш сервис, да, Инстаграм, и вы, получается, уже пользуетесь всем внутри. Если вы хотите добавить задание, вы ставите добавить задание именно в Инстайме. Инстайм получает это задание, распределяет ее другими участниками, выдает эту ссылочку на ваше задание другим участникам и говорит, что нужно сделать, либо прокомментировать, либо поставить лайк. И вы нажимаете там комментировать, либо лайк, нажимаете на эту ссылку, получается, и Инстайм открывает вам ваш Инстаграм-аккаунт, он вас переключает на ваш Инстаграм, И получается, что вы сами вручную от себя нажимаете лайк, либо пишите комментарий. То есть для Инстаграма это максимальная органика, и он никак не нарушает правила самого Инстаграма. То есть мы не пересекаемся. Поэтому как бы там Инстаграм не прикручивал гайки, нас не могут прикрыть, потому что мы не нарушаем. Это все максимальный взамен органика. Иногда, когда выполняем знание, не могу проверить, не считается. То есть написал комментарий, возвращается, там выдает другое знание, там больше. Смотрите, такой момент бывает, когда только человек выполняет либо создание не из своего Инстаграма аккаунта, то есть он при регистрации писал одно имя, а выполняет из другого. Такое тоже часто бывает. Люди либо ошибаются, либо у него в аккаунте включено 2-3 Инстаграма аккаунта, и когда он переключается на выполнение знания, у него по умолчанию включается другой Инстаграм аккаунт, не тот, который был указан местами. И вы выполняете знание из другого. И самый Инстаграм, он не понимает, что это вы. Он подвязывается к вашему логину, который вы указали. То есть либо вы выполняете неправильное задание, пишете менее трех слов и так далее. У нас тоже есть условия в комментариях, которые предусматривают, что это должен быть комментарий по смыслу. Он должен быть развернут, какое-то предложение. Скоро в ближайшее время будет куча новых разных фишек. Одна из них это будет оценка комментатора. Вы будете получать, например, если Боблокарк, если кто-то знает, такой сервис Боблокарк, вы используете с услугой, либо вообще там Uber, либо другие сервисы такси вы используете, потом в конце вам приходит сообщение, дайте, пожалуйста, оценку водителю. И вы даете ему оценку. Также будет в Инстайме. Вы вам сделали задание, комментарий, и вам будет забивать там в одном разбире. Дайте, пожалуйста, оценку вот этому комментатору. Если он написал плохой комментарий, то есть некачественный, бессмысла какой-то, либо там, ну, мы сами понимаете, какие-то, может быть, неправильные комментарии. Вы можете его оценить, поставить ему один, либо два. Либо наоборот, человек написал вам очень хороший комментарий, вот такие, у, круто, спасибо большое, вы ставите им пять. И в дальнейшем система будет этих людей группировать. Те, кто плохо пишет, они будут такими же самыми водиться людьми, которые плохо пишут, а те, кто пишет очень хорошо, они будут получать такие же комментарии у тех людей, которые пишут очень хорошо. Таким образом, вы сами себе создаете свой уровень контента. Если вы отдаетесь хорошо, вы получаете взамен того тоже. Если вы с дорогим сеете ничто, да, типа, если вы, а так, чтобы отцепились от вас, но чтобы вы хотите получить больше, то, соответственно, вы будете такие же людей получать. То есть вы будете притягивать то, что вы отдаете. Это будет, соответственно, улучшать еще больше уровень органики, который существует. Это бы очень быстро сделано в самое ближайшее время. Так, довольно очень, как растет охват аудитории, сколько сейчас примерно участников. Охват аудитории, где в сервисе самом, ну, я не могу вам ответить по самому сервису, потому что я не имею доступа к администрации, то есть администрации, то есть администрация, то есть администрация, но я могу сказать вам по своей структуре. У меня уже примерно где-то 28-29 тысяч человек, которые зарегистрированы, зарегистрированы, и динамика растет, растет. То есть я буквально сколько, полтора месяца в сервисе активно работаю, у меня уже там 28-29 тысяч человек. То есть динамик очень большая, и она только будет развиваться. Потому что сервис интересный, сервис решает, сервис дает, закрывает задачи более людей. Запись этой встречи будет, я лично не записывал. Пока в данный момент я не провожу записи, я хочу, чтобы мы поставили это на поток, чтобы уже хорошо отвечать на презентацию, тогда будем записывать, чтобы людям могли пользоваться. Если кто-то записывал, то может быть у кого-то спросите. Нам нужна опция, чтобы мы видели всех лично приглашенных поименно, пусть без номеров телефонов, хотя бы имена этих людей. Я думаю, что такая тоже опция будет, чтобы мы могли посмотреть именно тех людей, которые вы лично пригласили, потому что сейчас вы тоже, не можете посмотреть, но если вы будете нажимать на каждого человека, вы будете видеть, что его там не пригласил. Но в будущем будет очень много нового видения и больше удобства. Но опять же, в первую очередь сервис затачивается на то, чтобы именно был рабочий, хороший продукт. То есть чтобы именно с точки зрения функционала. Вот те денежки, которые сейчас люди платят, 58 долларов, они с каждым месяцем будут иметь все больше ценностей. Потому что продуктов, опций, возможностей, которые будут появляться за эти 58 долларов, он будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться в разы. То есть человек, который платит, он будет все больше мотивации каждый месяц заплачивать, потому что он ему ценный, он ему помогает. Естественно, и люди, которые активно развивают, им тоже будет ценно, потому что те, которые сейчас больше аудитории соберут, естественно, еще будет больше зарабатывать денег для того, что люди пользуются еще больше продуктов, покупают еще дополнительные китайские услуги. Каждый день энергию что подписчику добавляется. Супер. Алексей, ты не совсем понял вопрос своего тезка. Коротко говоря, нестайм учитывает актуальные правила инстаграм, поэтому нарушения невозможны. Стоит максимум запроса на здание на один день. А, да, стоит максимум. Мы не нарушаем. А, я не понял, или не понял, человек, который написал. Наверное, который не писал. Да, мы не нарушаем то, что мы не пресекаемся и не даем пароли. Плюс вы не выполняете. Задание очень много. То есть для инстаграма это не спам. Выполняйте максимум 30 заданий в день. Это люди в день пишут друг другу, лайкают больше, чем задание, которые приходят в инстаграме. И это интересно. В самом деле я выполняю задание, мне интересно. Я попадаю на разных людей. У меня есть в реальном случае, у моих друзей, которые выполняли задание, это попали на магазин с кроссовками. Он говорит, о, круто, мне кроссовки уже нужны. Он себе добавил закладки, потом заказал кроссовки. Он инстаграме увидел страничку, и он себе заказал у него кроссовки. То есть и так часто такие разные ситуации случаются. Я выполняю задание, я выполняю максимум 30 заданий, я не нарушаю ничего. И, соответственно, инстаграму, когда на меня все равно, типа я с ним дружу, я с ним не ссорюсь. С телефона иногда приходится при выполнении задания обновлять страницу или лайкнуть, чтобы после комментариев все прошло успешно. С лаптопа все выполняется без этих заменов. Да, может быть. Нужно больше оптимизировать. Вы поймите сервису полтора месяца, и иногда бывают разные какие-то моменты. Может быть где-то недоработано, может под какой-то определенный ресурс, а девайс, устройство не оптимизированная версия, но оно будет влечься. Кстати, по секрету вам скажу, в самое ближайшее время будет мобильная версия, но пока для Android. iPhone будет чуть позже, но для Android уже можно будет пользоваться через мобильную версию. С телефона иногда приходит. Почему так? На счет оценки. Как будут поступать с теми, кто низко оценивает комментарии, неугодные автору поста? Например, плохо отозвался о рекламированном продукте? Ну, смотрите, комментарий будет больше заточен не то, чтобы как он оценил тот продукт, он будет оценка заточена на то, как качественно человек написал. То есть, есть там моменты, есть люди, которые недобрисолнительные, но они по факту такие и по жизни. Они паразиты, они паразитируют на других. Они сами хотят, чтобы им давали очень много, чтобы им давали максимум, чтобы они все получали, а сами отдавать они не хотят. И они там пишут, там разные, там, хорошего вам дня, там, красиво вас фотография, хотя есть там реально, о чем можно написать. Но тут есть вторая сторона. Это то, что будет местами так же обучение, как правильно себя, как вообще правильно развивать свой инстаграм-аккаунт, творечный бренд, либо свой бизнес-брань, и как использовать это инстаграм. И я рекомендую, если вы все-таки стали на путь развития, начните писать какие-то, какой-то контент, и начните задавать вопросы своей аудитории. Если вы задаете вопросы, людям, которые выполняют задания, намного проще ответить, проще написать. Они знают, что вы спрашиваете, и, соответственно, вы получаете намного качественные комментарии. Вот. Таким образом, вы сами можете влиять на это самодействие. Но, опять же, если вы делаете так, как надо, если вы ставите вопросы, если вы пишете какой-то хороший текст, и люди все равно попадаются, которые плохо комментируют, либо некачественно, вы можете просто нажать там, оценить его мало в маленький балл, и, естественно, если его также будет очень много людей оценивать в плохую оценку, система будет считывать, понимать, что этот человек, он плохой, и он начинает его бросать в группу к тем, кто тоже оценивает плохо. И так же будет наоборот. Если человек, который хорошо оценивает, он будет иметь больше рейтинг, там, пятерочка, четверочка, он будет с такими же дними, как он. То есть, таким образом, мы будем чистить нашу, нашу, как бы, среду, нашу территорию, и будем получать намного больше интересного охвата и намного качественного. Так, YouTube автоматически делает запись. А, ну, супер, наверное. А, точно, он же сделает автоматически, просто я первый раз в YouTube провожу, я всегда в Zoom проводил, либо в себе там другие комнаты. Супер, будет трансляция, почему бы нет. Да, подтверждаю, я с февраля пользуюсь платформой и вижу каждый день улучшения. Супер, ты не понял, точно паразиты. Но ультария с Инстайм это в основном те люди, которые на самом деле не заинтересованы в моем аккаунте, да, и комменты пишут не по теме. Но смотрите, пишут не по теме, не все. У меня, опять же, я вот, кто не знает меня, пишите на меня, на мою сердечку, Алексей Дьяченко, посмотрите на мой инстаграм. Посмотрите на мои комментарии, которые люди пишут. Я стараюсь, я пишу сам, я пишу свои мысли. Я стараюсь давать легкий контент, я стараюсь ввести интерактив, я стараюсь спрашивать людей что-то. Соответственно, люди, которые на меня переходят, именно на моего проще. Они отвечают мне, им интереснее, они со мной взаимодействуют. У меня бывает так, что не просто людям писали комментарий, я им, они написали комментарий, я им дал ответ, а они мне еще ответ на ответ. Вы понимаете, какая вовлеченность, но опять же, это зависит от каждого человека. Если вы умеете хорошо коммуницировать, но это мы тоже будем обучать в будущем. И еще, выполнить задание, проверку делают, выяснят, приезжают страницу по недовому никак, появляется новое здание, а предыдущие уже по недовому никак. Бывает иногда в устройстве проблема, либо если забиты куки, либо вы используете какое-то устройство, которое не сильно оптимизировано под инстайм, и так далее. это вопрос, он будет решаться, устраняться 100%, и каждый день сервис будет работать еще круче, круче и лучше. поймите пока, за полтора месяца создать идеальный эти продукты, чтобы он всем угодил, это невозможно, но главное, что у нас процентов 85-90 довольных людей и супер. Вот, но вы сами даже можете посмотреть, что иногда крупные компании, даже тот самый инстаграм, иногда бывает, реально бисни глючит. Я до сих пор, когда свою ленту мотаю в сторис, кто посмотрел мои сторис, она мне подвисает и выбивает с нее. Вот, вы сами понимаете. Мне всего один раз плохой коммент дали, а так только положительный. Насчет обучения расскажи, пожалуйста. Мы же видели те люди, которые есть в сервисе, те люди, которые не знают. У нас в сервисе есть кнопочка обучения, которая пока не активна. Сейчас создается видеоматериал, контент, специалист, эксперт в инстаграме, просто человек, который с двора пришел, сейчас будет рассказывать про мой инстаграме, хотя раньше он ничего не понимал. И специалист действующий, который обучает инстаграму, сейчас занимается созданием контента специально под инстаграм, где будет азы, как даже регистрироваться в инстаграме, как правильно себя заполнять страничку, как оформлять, как продвигать, как использовать то, другое, как использовать инстаграм, как благодаря инстаграм. Это все будет в обучении тоже. Потому что я говорил, что ценность подписки она будет увеличиваться. Она стоит 8 долларов, но ценность каждым месяцем будет стоить больше и больше и больше. Потому что качество будет улучшаться и начинка будет расти и расти. Дальше. Сколько на своих день для местами? Но я же отвечал вам, что я не знаю, только к общим местами. У меня 28-29 тысяч нужно посмотреть. Полтрынедельно говорит, что это было полторынедельно. А какая разница сколько людей местами? Вы же видите, я не могу понять. Какое разница такое общее количество местами? Что вы видите, что вам не хватит людей, которым вы можете рассказать про инстами? Это смешно. Сейчас в СНГ только 200 миллионов людей, которые зарегистрированы на инстаграме. И в мире 1,7 миллиарда. Даже если там инстами есть 100 тысяч, это вообще ни о чем. Это даже для любой страны это ни о чем. Ну что, ребятки, есть еще какие-то вопросы? Если нет, тогда дайте обратную связь. Ценно, не ценно, понятно, непонятно. Кто услышал впервые, скажите, я вот зарегистрировался, я либо не зарегистрируюсь, потому что неинтересно, и так далее. Дайте вот максимально обратную связь, какая есть. Плохая, давайте плохую, хорошую, давайте хорошую. пля. Пока. Пока. какой именно вопрос насчет дуб услуг уточните пожалуйста а можно ли будет через местами покупать услуг опирайтер и маркетологов но пока такого нет будет очень много разных фишек интересный и реально ставим заберет очень большой рынок вот у разных услуг которые сейчас есть в инстаграме местами заберет через свой айти решение через свой айти продукт пока это все на рынке сейчас такое криво боком сделано а инстайм по рамкам упаковки самого сервиса идет максимально проще будет очень много разных обновлений но они все будет презентованы в открытой компании в турции когда бы как сами открытия уже ответил на ваш вопрос по поводу маркетологом киперайтера данный момент пока такого нет просмотры stories будут добавляться сейчас именно это вводит в актуальные просмотры stories будут добавляться и они будут добавляться с ближайшее время вас будет просмотр эфира и просмотр в stories на stories будет брать и и вертоле чтобы был прямо пакет готовый для новичка ну я шутки туда пока но будет очень удобно во первых новичка будет очень просто человек который известился для него будет обучение который может он пройти даже быть рамках сервиса но он же заплатил него будет обучение которое мы полностью разъяснить я хочу я вот я борюсь за то чтобы в сервисе было максимально все доступно максимально все было просто и максимально получить всю информацию которая ему нужна следственно вплоть до того как упаковывать себя это очень важно потому что я говорил что инстаграм развивается вы из двух части до первое это трафик то есть вообще пролежение с нами неважно не ставим не ставим 2 части 1 трафик чтобы люди вас увидели заметили а второе это упаковка и всегда где-то что-то хромает либо упаковка либо трафик вот я хочу чтобы не станет полностью закрывал все и трафик и упаковку это будет пушка это очень эффективная платформа предлагать не очень понятно приятно и самое главное она нужна каждому кто есть вместе сто процентов и слова что имеет изменится после официального открытия изменяется ничего не будет на открытие от объявится полноценный маркинг план карьера и объявится тот продукт который уже в данный момент существует и будет объявлять дорожная дорожная карта да то есть новых обновлений нового функционала который планируется этот год то есть это будет вот так позиционироваться все не ставим рулит мы числе первых супер салашим вами да мы все еще первым алексей а публичные личности которые вошли проект они не пиарят это как-то связано с тем что пока дофициально это не позволяет делать публичные люди они пиарит но большинство публичных людей находится моей команде моей структуре сказать украину вот все публичные люди украины они всем моей команде и я всем людям публичным в украине просто дал запрет на то чтобы они активно рассказывали о местами у себя в stories почему потому что я с украинской ситуации продукт очень интересный то есть и людям когда вот кто-то вещает публичная у них очень большое количество регистраций очень большой личный результат но человек публичный он не может в stories 15 там даже в 3 stories там за минуту он не может объяснить полностью что такое инстанк вот вы сами вот я вам часу рассказываю да вот и понимаете сколько нужно объяснить а человек он stories не объяснили никак не объяснить это все я сказал что стоп потому что человек большое количество регистрируется но они как попадают яму окупали все потому что дальше нет никакой информации вот сейчас создается уже вот начинка стоит разные видео которые в ближайшее время будет интегрированы в кабинет таймом внутри где человек зарегистрировался но сразу первое видео приветствие что такое не ставим а через чего он уже не ставим как ты можешь там у себя продвигать тогда будет разные чтобы человек который пришел он понимал а все понятно что конь станет все супер я хочу пользоваться вот в чем в чем ситуация конверсия было намного больше и самое ближайшее время вот вы увидите очень много шума от личных людей опять так многие ребята покупают это круто всем хорошо она 100 процентов и она будет только увеличиваться количество людей пользователей будет расти запросы людей будет тоже расти будет еще больше количество покупать будет новый какие добавляться на них тоже день что будет дополнительные услуги капать то есть реально это очень большая большой маковик денежный развивается сейчас личность отметил чтобы выводить деньги всегда три книжника нужно чтобы выводить деньги есть два условия первое условие чтобы получать денежку вам нужно иметь подписку активный второй момент чтобы выводить денежку вам нужно иметь троих людей оплаченных сервис которые пользуются продуктом но это я считаю справедливо огонь иначе над лего супер если вы стоите где-то под активным рядом конечно будет так если казахстан ну эта презентация была сделана только под структуру под мою структуру казахстана наверно кузбекистан и казахстана то есть я но эта структура навруза я вот сейчас работаю вот это презентация для наврузовой структуры кто вел команде вот здесь люди и хорошо ребята давайте смысле остальные остальные очень много очень много украины россии другие станут посмотрите просто список уже языков которые есть в основном инстайме то есть турция италия германия она все развивается создавать семейными шагами то есть реально то сейчас первый стал твой этап если вы развите а вообще о ценности продукта любое время приходите в любое время пользуйтесь она будет интересно хорошо ребятам я вам очень благодарен что вы пришли на сегодняшнюю презентацию вот до новых встреч через несколько дней у нас будет опять презентация я жду вас я жду ваши людей которые нуждаются информации которые хотят услышать приводите я с удовольствием расскажу вам вашим людям о возможностях и ставь все всем хорошего вечера спасибо еще раз до свидания